Создание костюмов Создание костюмов Создание костюмов А затем мы должны были сделать 10 костюмов для его дублера А после этого 10 костюмов для мини-дублера И еще 10 костюмов для дублера-каскадера Таким образом, получается около 40 костюмов Только одной модели Постоянно думаешь об этом Анализ сценария, бюджет, костюмы Все это все время вертится в голове Рисунки на полях непроизвольно появляются здесь и там И надо отделаться от всей этой мешанины, чтобы заняться исследованиями Я просмотрел все доступные книги Толкиена В каждой из своих иллюстраций Джон Хоуф и Алан Ли говорят скорее намеками И моя роль была в том, чтобы взять эти намеки И показать, во что герои были одеты Жакет, рубашка и штаны для прошлой ночи и для этой Все, что касается описания Хоббитов Было очень деревенским И я захотела многое взять из моды 18 века Маленькие сюртуки, жилеты Все из тех вещей, которые в действительности довольно английские И все это, учитывая хоббитские большие ступни Навело меня на мысль укоротить их штаны И теперь особенностью одежды Хоббитов являлись эти небольшие приспущенные штаны Что касается Фродо, я хотела выделить его из всех И сделать немного больше похожим на юного джентльмена С таким замыслом мы одели его в бархат Но оставили все эти важные детали, которые свойственны одежде Хоббитов Я чувствовал себя совершенно как Хоббит Особенно с накладными ступнями и париком Как раз это был именно тот образ Хоббита В нашем случае одежда — важнейший элемент Это была первая вещь, которую я надевал, начиная превращаться в Хоббита Костюм Арагорна Мы мастерили его во многом вместе с Виго Виго Мортенсен Арагорн Нгила была очень добра, что позволило мне принять участие в процессе И мы могли дать персонажу и Питеру что-то, что ощутимо привлекало его и было сделано верно Но при этом было удобно и для меня Мы добавили в костюм множество деталей Идея была в том, чтобы подчеркнуть личность Виго как актера И когда он надевает костюм, предмет за предметом, он надевает своего персонажа По-моему, это существенная часть работы художника по костюмам Ты можешь помочь исполнителю на день превратиться в свой персонаж Так как этот человек много странствует, то его костюм должен быть очень эластичен Он должен выглядеть так, словно этот парень ночевал в каждой пещере и щели И прошагал большие расстояния Вигу Мортенсен, играющий этого персонажа, действительно так хорошо воспринял этот замысел Что сам чинил одежду, когда она начала рваться В этих съемных рукавах есть определенный средневековый шарм К тому же они весьма практичны Если слишком жарко, например, летом, во время путешествия Эти рукава можно снять И просто закинуть за спину Именно я выбрала этот прекрасный зеленый цвет Который многим кажется черным Но он не черный Посмотрите внимательно Это замечательный лакричный зеленый цвет Мы подумали, что важно добавить некоторые детали в костюм Которые раскрывают другую сторону этого сурового, странствующего воина Как раз в таких деталях мы можем подсознательно почувствовать Что его происхождение и его личные вещи являются королевскими Я хотела, чтобы эльфы Ривенделла отличались от эльфов Лотлориена Чтобы достичь этого, мы использовали разные оттенки цвета в их костюмах У эльфов Ривенделла немного больше красок, чем у эльфов Лотлориена С другой стороны, дизайн одежды и тех и других очень похож Я хотела передать ощущение того, что этой расы нет на земле Но она есть в Средиземье Мы пытались изобразить их словно парящими над землей И я сделала костюмы эльфов не спадающими Удлиняющими их силуэты настолько, чтобы акцентировать идею о том Что эльфы гораздо выше, чем люди Галадриэль – величайшая из эльфов Она у нас самая светлая, самая прекрасная, самая элегантная Большинство платьев Кейт имели очень легкие, нежные драпировки у выреза И снова эти по-настоящему огромные рукава И снова минимум драгоценностей, кроме тех, что считаются важными деталями повествования Но мы использовали самые великолепные, расшитые бисером ткани, которые только смогли заполучить в свои руки С точки зрения людей, эльфы должны иметь поразительную внешность Таким образом, мы пришли к типу гладкой, мягкой, не спадающей одежды с высоким воротником И эти огромные рукава, которые, когда они поднимают руки, будут спадать вниз Под рукавами находится эта поистине прекрасная парча С металлическими нитями, которые придают ткани волшебный блеск Я хотела, чтобы существовала связь между костюмами эльфов и магов Потому что между ними есть связь Работая с костюмом Сарумана, я хотела создать ощущение, что он глава Совета магов Его облику необходима величественность, и я также хотела, чтобы у него была фигура, как у эльфа Вот костюм Сарумана Белого, которого в совершенстве играет Кристофер Ли По нашему замыслу, в костюме использовали как можно большее разнообразие фактур тканей Если вы берете такого персонажа, как Саруман Белый, отличающегося белыми одеждами Необходимо, чтобы костюм имел ощущение законченности Чтобы достичь этого, мы использовали разнообразные фактуры самих тканей Например, этот лен, или вот эта нижняя часть, или это замечательная парча Затем мы перешли к шелку, на котором довольно много узоров На экране, особенно на общих планах, большинство таких деталей не видно, но они наполняют образ большей жизненной энергией Кристофер Ли Саруман Он был также немного изношен Костюм не мог быть ярким, сиять белизной Он просто не мог быть таким во прошествии сотен или тысяч лет С их стороны это было очень мудро Они говорили, он должен выглядеть не слишком потрепанным, но все же ношенным Мы действительно состарили этот костюм Временами делать это было довольно экстремально, мы даже немного оживили этот процесс Приглядитесь, можно увидеть, что платье местами слегка сносилось И снова можно найти детали, создающие то самое ощущение прошедших лет Ведь он был магом многие годы Существует множество набросков Гэндальфа Фактически, он единственный, кто появляется на иллюстрациях чаще, чем кто бы то ни было Во время обсуждений, Питер постоянно обращался к рисункам Джона Хоуа И я пришла к мысли, а не сделать ли нам его словно сошедшим с этих страниц Настоящий плащ Гэндальфа мы сделали весьма легко На нем много ручных стежков, много заплаток Костюм должен был выглядеть так, словно хозяин никогда его не снимал Знаете, нам понравилась идея того, чтобы плащу могли прицепиться веточки и листва Ян Маккеллен Гэндальф, я беспокоился о том, что подол длинной мантии будет в грязи А если я буду ездить верхом, то грязь заляпует одежду и выше А затем мы начали трудиться над шляпой Со мной работала сказочный мастер по головным уборам Хейли Мэйн И так мы работали до того момента, когда Питер почувствовал, что мы достигли того, что нужно И стали ждать Йена Маккеллена Я до сих пор вспоминаю выражение лица Йена, когда мы вручили ему шляпу Он такой потрясающий человек Он только произнес высока что-то вроде... А затем надел ее на голову И это был один из тех волшебных моментов, когда даже сам Йен должен был признать, что неожиданно с нами в комнате оказался Гэндальф Это было ее целью, сотворить подобное Забыв все фильмы, которые она делала раньше, забыв вообще все, что делалось раньше Вы играете этого героя, давайте сделаем эту работу вместе И сделаем ее настолько интересно, насколько возможно И она этого добилась